Ох, сейчас мы кое-что сделаем. Мы проведем грандиозное, классное, яркое, интереснейшее интервью на телерадиоканале Страна.ФМ. Но для начала всем доброе утро. Кто к нам только что присоединился в студии? Влад Кутузов. Валерия Майорова, 10.04 в Москве. Еще раз доброе утро всем. Ну и как мы обещали ранее, буквально 15 минут назад, у нас в гостях сегодня замечательные гости. Объявляя Валерию. Лера Москва и Паша Чехова, аплодисменты! Лера, Павел, доброе утро, спасибо, что пришли. Я хотел как-то так, чтобы можно было загадать желание между вами сесть. Ну, по краям, Паш, мы тоже, наверное, как-то можем все-таки даже загадать. Нет, это так не работает. Это вот концентрация энергии, она только между нами идет. Это только наши желания сейчас будут исполняться. Слушайте, мы, конечно, поскольку вы музыканты, это понятно все, мы хотели поговорить о музыке. Вот мы с Пашей до эфира выяснили, что, оказывается, можно говорить не только о музыке, а о многих других вещах. Лера, это прежде всего касается тебя, твоих увлечений. Ну, давай назовем все-таки экстремальными видами спорта. Да, ну, давай. Ведь регата же, это же, ну, мне кажется, такое очень серьезное занятие для хрупкой девушки, а именно многие люди себя таково и считают. Я, конечно, хрупкая. Слушай, как это? Расскажи, пожалуйста, как вообще так получилось? Потому что, ну, это же для многих вот неожиданно совершенно. Ну, случайно меня друг подвал в спорт, ну, точнее, в регату. Он говорит, поехали сами посмотришь, позагораешь на носу в купальнике на белоснежной яхте. Ой, красота. Вы говорили, что здесь будет белоснежная яхта, что я буду загорать на носу. Почему я в перчатках кручу лебедки? Обманули. Вы же использовали женскую силу вот эту вот... Ну, как-то втянулось, и все. Ну, то есть ты поехал туда без задних мыслей, совершенно не думала о том, что когда-нибудь вот по парусам и так далее и прочее? Да, я по-другому себе представляла, да. Так, а когда это началось все? Ну, уже, я даже не знаю, под 4, наверное. С детства, я бы сказал. Да, конечно. В новом улингу это началось всегда, да. Слушай, а так интересно, ну вот начала ты крутить эти лебедки, да, но с другой стороны как-то вроде как обманули, и силы физические. А в какой момент ты поняла, что от этого вот кайф ощущаешь, прям классно тебе там? Ну, это вообще как бы захватывает, когда над тобой раскрывается парус, там, 120 квадратных метров, и при повороте на ветер он хлопает, там, перекладываешься на другой курс, потом начинаешь понимать про ветер, это очень круто. Ну, и помимо паруса, я так понимаю, там много других всяких прелестей, наблюдаем за твоим инстаграмом, у тебя там какие-то черепахи совершенно волшебные плывут, это где? Ну, ты же в море, ну да, ты идешь на лодке, черепахи, дельфины. Нет, понятно, что в море, я имею в виду страна-то какая. А, мы сейчас были в Турции на Гетчик Рейсвик, вот, в своем дивизионе, заняли там с командой первое место. Ой, какие вы молодцы, можно тут аплодисменты поставить нашим гостям? Первое место, между прочим, первое. Паш, я хотел тебя спросить, ты напрягаешься, когда твоя вторая половина делает то, о чем она рассказывает? Ну, серьезно, да? Да, я напрягаюсь, да? Страна, я напрягаюсь, конечно. Ну, поскольку у нас есть, вот, ну как я напрягаюсь, я вам расскажу просто, фактически. Приходится... Паш, чуть-чуть поближе к микрофон, если можно. Ага, спасибо. В школу возить приходится только мне, ребенка. Так мы делимся как-то там, ну, разыграем в карты или... Это неправда, я тоже пару раз возила. Пару раз. Из регаты? Из регаты? После регаты. Ну, после регаты. Поэтому пока мама в лодке, папа на берегу, как бы, ну, то есть, вот так. Слушай, ну, Елена... Она ловит рыбу, а я ее жарю. Хорошее разделение, понятие. Я имел в виду не бытовые семейные дела, там, не ребенка отвезти, привезти, хотя это, конечно, важно для каждого родителя. А в плане того, ну, переживаешь ты за Леру? Ну, потому что... Нет, абсолютно. Я переживаю за команду. За ней, только более чем серьезно. За команду? За команду переживаю. За Леру нет. Леру я знаю неплохо. Ну, нехорошо, но неплохо. Нехорошо еще все еще, да? Слушай, а почему? Я буду цепляться просто за все вопросы, потому что это интересно, на самом деле. А почему не очень хорошо? Есть какие-то моменты, которые просто закрыты для тебя пока? Шутит? Да, да. Постоянно причем. Должна быть загадка в женщине. Вот знаете, как в том уникруте. Ну, смотрите, нет, это легко объяснить. Вот, например, долго живешь с человеком, да? Вот, правда. И думаешь, что знаешь его хорошо. Это же ты просто думаешь так, потому что там, ну, как бывают люди? Ну, давайте, помогайте мне. Слушай, ну, я знаю по себе, живешь с человеком 150 лет, думаешь, что ты... Это не право 150 лет. Думаешь, что хорошо его знаешь. Это про него ему. А потом он в один прекрасный момент внезапно выкидывает нечто, и ты думаешь, да черт побери. Потом бах, и он каблуки эти. Живешь, живешь, как в кино было. А потом бах, он говорит, а я трансгендер. Ну, это такой жесткий вариант событий. Давайте возьмем помягче. Вы, ребята, вы вверены глаза не видели сейчас. Как в вашем случае он говорит, раз, и под парусами уже. И тоже неожиданно. Для тебя это неожиданность, кстати, была? Или все-таки ты предполагал, что именно так может стать? Да, все логично, все хорошо. Нет, я очень доволен. Это реально... Я один раз ходил с ней в регату в одну. И на самом деле это достаточно умный спорт, если им заниматься. То есть это все не просто там этот ветер словить. А не было у тебя мысли, чтобы вот с Лерой не расставаться вообще никогда? И под парусами с ней ходить тоже все время? Мы сейчас опять очень скользкие вопросы. Слушайте, мне очень нравится, как строится наша беседа. Но я предлагаю сейчас прерваться ненадолго. У нас там Натан вот прям рвется, хочет выступить. А потом... Да, мы хотели... Вот спасибо за то, что вы поставили Натана. Мы... Да, вот так. Просили. Специально подбирали. Все, друзья, скоро вернемся. Это телерадиоканал Страна ФМ. Доброе утро всем. Ну, мы вернулись. Ох, мы тоже опьянены прям таки. Потому что исходит от ребят такая энергетика безумная, классная. Ну, и от Леры в частности. Она потому что только что заряжалась морем, солнцем, кстати. Ты вот, молодец, ты там, наверное, SPF-кой 50 пользуешься, чтобы не обгореть. Чем? SPF-кой 50. Это что это? Это такая штучка. Это моторное масло. Ну, практически. Хорошо. Ну, тебе это вообще надо вот так вот вот улмазаться, чтобы не обгореть. Это крем от загара. Я хочу напомнить всем нашим радиослушателям. Если у вас есть вопросы, они наверняка будут к Лере и к Павлу. Пожалуйста, присылайте их. Плюс 7909-928-189, и 9. Это WhatsApp и Viber. И традиционно в нашей группе ВКонтакте есть специальный пост. Он прикреплен вверху, его легко найти. Вот так вот он выглядит, смотри. Да, выкатышка.com слэш-страна этого. Пожалуйста, там в комментариях оставляйте свои комментарии, опять же, и вопросы для Леры и для Павла. Так я что хочу спросить. Вот мы говорили о том, что Лера ходит в регату. Паша, ну, вот один раз ходил, а сейчас все-таки выбрал возить ребенка в школу. А вы не хотите всей семьей вот прям вот взять втроем и вместе с сыном, и как поплыть? Ну, смотрите, мама сейчас наша получит капитанские корочки все, и тогда, возможно, может уже... Капитан? Так, а что, ты на полную серьезность сейчас говоришь? Конечно, а что? А Лера, ответь тогда ты, а капитанские корочки в этом виде спорта, это что, ну, для тех, кто не понимает? Это, на самом деле, просто права на управление яхтой, их может любой получить. Это не очень сложно. Ну, там еще командовать людьми ты же можешь? Да, вот я тоже об этом хотел спросить. Ну, да. Ну, да. Чтобы управлять лодкой, надо командовать людьми. А трезвыми? Можно уже, потому что капитан. Возможно. Паша, а как ты будешь относиться к тому, что жена будет тобой командовать? Буду как-то рефлексировать как-то буду, да. В правильную сторону. Ну, не знаю, как получится. Я переверну вопрос, а как ты отнесешься к тому, что Лера капитан, а ты нет? А я тоже капитан. Слушай, давай, интересно, а кто в вашей жизни вот отруливает все-таки? Ну, я понимаю, что есть много всяких, да, областей в семейной жизни, да, но вот вообще, кто у вас командир? Ну, смотрите, методом случайных чисел, как бы, это каждый вопрос, который возникает серьезный, да, мы просто берем карты и разыграем. Серьезно? Дурака, там, пьяницу. Подкидного? Ну, нет, дурака на меня выигрывает, потому что игра сложная, как бы, ну, просто в это. У кого цифра старше? Слушайте, а вот просто вот... Ну, я просто отхожу от вопроса, на самом деле, как бы, мы достаточно взрослые люди, и всегда решается, как решается. Ну, то есть, всегда... Мы как-то не задумывались о таких вещах. Всегда договариваемся, всегда договариваемся, какого-то жесткого патриархата или матриархата нет. Слушайте, а давайте вот тогда уже перейдем к творчеству. Вот, например, Паш, ты же санграйтер, человек, который написал очень много известных песен, да. Так и Лера тоже санграйтер. Я просто вот о чем хотел спросить, да, и водопадами, песни Лепса, да, и много всего остального, да, очень известного материала. И мало знает то, что именно ты написала, да, потому что как-то у нас так вот принято не озвучивать авторов, да, очень часто зря. Ну, Григорий Викторович знает и достаточно. Ну, в общем-то, да. Даешь ли ты Лере какие-то вот наброски, которые у тебя рождаются, вот, ну, что называется, вот послушать, просто чтобы узнать ее мнение, или как у нас происходит это? Ну, мнение, как бы, тут понятно все, этот, нет, мнение... Понял, что сказал что-то не то. Сейчас аккуратнее. Не-не, это так понятно, что всегда скажет, молодец, хорошо, да, этот... Это неправда. Я не всегда критикуюсь. Я говорю, как есть. Ну, безусловно, мы, как бы, делимся, и, безусловно, все... Это, может быть, вопросы сейчас, мы посмотрим, что там вибрирует. Все, у меня сейчас встреча, ну, ладно, я его попозже задам, у нас сейчас небольшой перерыв, друзья. Прервемся на 2-3 минуточки и вновь вернемся сюда, в эфир телерадиоканала «Страна ФМ». Доброе утро, всем. Ну, мы тут тоже практически танцуем, танцуем, танцуем. А, кстати, о чем мы говорили? Потому что я тут в Инстаграм убьюсь. Эх, Валерия, как так можно. А я хотела истории снять, я хотела, так сказать, показать, я... О, можно я... Так, давайте снимем, чего? Мы сейчас все снимем. Я просто хотела Паше рассказать, что есть, значит, список совершенно прекрасных песен, под которые девушки до замужества отрываются. И вот у меня, значит, были песни, там это, значит, была «Верка сердючка», если вам немножко за 30, и «Лена Смирнова». Все, вот «Лена Смирнова» — это была песня, под которую раскрывалась душа. Так я всю жизнь хотела себе спросить, как вот мужчина смог так тонко прочувствовать этот момент отчаяния в 27 лет? — Вы не поверите, просто повезло, как в анекдоте. — Ничего более? Это абсолютно случайно, на самом деле? — Ну, вообще, это случайность, да. Мало того, я вам скажу, что «Лена Смирнова» — это самое популярное имя в Российской Федерации. — А, вон она как. — Это самое популярное. «Лена» — самое популярное имя, и «Смирнова» — это самая популярная фамилия. Это больше всего просто. Как, чего я взял вот это вот, не знаю, как бы. Но это, тем не менее, это статистически, это самая топовая фамилия. — Ну и прогремела песня как надо, прямо над форумом. — Ну, я не думаю, что прогремела, прогремела бы, прогремела песня, знаете, какая? — Ритм-окон. — На баре «Синяя». — Ну, видимо, у кого какая своя, гремела. — Слушай, а если мы говорили про написание песни, ты можешь описать процессы? То, что сигнал, который приходит из космоса, внезапно, ты совершенно не думаешь, да, как вот... — Или ты сидишь, просчитываешь, здесь вот аккордики поменять, потом утром проснулся, нет, поменять еще все. — Слушайте, ну, это давно уже, как бы, Лев Толстой об этом писал. — Он писал песни? — Нет, он не писал любой. Он говорил про контент, как сейчас можно выражаться, как бы. Ну, то есть, это труд, и все. Какой? Если ждать, когда тебя молния ударит, то, ну, сколько ты сделаешь? Сколько ты напишешь чего? Ну, вот «Война и мир». Вот если бы он сидел, ждал, когда ему придет вдохновение, как? — Слушайте, ну, не знаю, может, и ждал, на самом деле, ничего подобного. — Он уже долго очень писал. — Ну, почитайте дневники, там, на самом деле, дневников уже много. — Ну, все работает и работает. — Где мы, где дневники Тостова, да, хотел бы мне сейчас сказать. Слушайте, а вот такой момент, когда вы, я знаю, что не только Паша, но и Лера, сонг-райтеры, пишут для других исполнителей, причем для очень крутых, Кристина Арбака, это, да, поет твою песню, если я не ошибаюсь? — Или мы еще перепутали. — Текст немножко. — Да, вы как-то вот прикидываете, что именно этот артист, да, для него? Или просто песня пишется, а потом уже предлагается артистам? — Ну, на самом деле, это штучная история, как бы всегда по-разному. Ну, то есть, по-разному всегда. — Ну, плюс-минус понятно, как бы понятно, что там какая-то песня, она скорее подходит вот этому артисту. Это как-то так само собой. — А бывает так, что написал песню и говорят, ну, Лера, давай, мы у тебя там приобретем классные песни. А тебе жалко, ты думаешь, я сама. — Да, постоянно так. — Жадничаешь, да? — Да, и они лежат у меня. И в итоге не достаются, что никому. Ну, есть такие песни, да, которые не хочется отдавать. — Ну, ты же их в конечном итоге когда-нибудь прям будешь альбомом. — Обязательно. — Ну, ладно. — Прервемся, но мы не дадим. Две-три минуточки. Кстати, друзья, напомню, что у нас совсем скоро премьера клипа «Песня берегами» называется, правильно же? — Все это совсем скоро на телерадиоканале «Страна-ФМ». В гостях у нас Лера Москва и Павел Чехов. Друзья, будете здесь. Еще раз доброго утра всем. — Эх, душевно сидим, дорогие друзья. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Вот здесь вот на все. — Тебе надо сказать, компактно сидим. — Да, компактно, да. Ну, ну, хорошо, да. Кто всем, тот поймет. Паша Чехов, Лера Москва у нас в гостях. И мы, так вы знаете, как-то обмолвились. А работа-то над альбомом новым идет сейчас? Или вы пока вот синглы и так вот синглы? — Ну, она идет, но постоянно пересекают какие-то разные русла. Вот, потому что я сама уже даже не знаю. — А что вас отвлекает? — Ну, альбом — это же сейчас, как сказать, альбом — это такая либо жирная черта, либо художественная самодеятельность. Ну, то есть, либо вот у тебя прозвучало несколько звонких хитов, и ты, как бы, подводишь черту под этим. Вот альбом, как бы, дальше поехали, следующий этап. Ну, либо это совсем уже, как бы, для себя, ну, мне так кажется. — Потому что все слушают сейчас плейлисты в Apple Music, как бы. — Ну, я про поп-музыку. Конечно, металлисты, они по-другому живут. — Ну, это отдельная история, не такая компактная, как наша история. — Я, знаете, что хотел спросить? Сейчас в шоу-бизнесе наблюдается такая тенденция, что артисты отказываются от продюсеров. Вы вот очень давно в шоу-бизнесе, ну, так, по-хорошему давно, ну, Кутузов-то вообще, конечно, он всю жизнь в этом. Вот. Вы сейчас пришли к такому мнению, что лучше продвигать свой продукт самостоятельно. — Пчелы против меда, да. — А почему так? С чем это связано? — Слушайте, ну, во-первых, мы уже, как бы, сами с усами. — Трудно найти человека своего, да, и с нашим опытом уже. — А потом сейчас, да, потом сейчас, понимаете, вот что вы имеете, Лера? — Продюсер? — Продюсер. — Ну, который приведет вас за ручку, скажет, вот мои артисты, вот, пожалуйста, вот, давайте, задавайте им такие-то вопросы. — Ну, уже не дети, сами доезжаем. — Ну, то есть правда. — И эта карта тройка есть. — На автобусе. На карте тройка. — Ну, тройка у меня тоже есть, кстати, но этот, к тому, что функционально продюсеры... Ну, не хочется умничать утром в понедельник, к чему ради, да? Вот продюсер либо, что он делает? Либо медийными какими-то обладает... — Контактами? — Контактами. — Не контактами. Контактами сейчас вообще обладает интернет. — Обладает все. — Ну, это несложно, на самом деле. — Да. Ну, ресурсами медийными обладает, скажем так. Либо материальными ресурсами, которые может вложить действительно деньги в продакшн какой-то там, да? — Ну, либо человек, который может забрать эти деньги у исполнителя и за эти деньги ему что-то сделать, да? — Либо у него видение такое, когда он говорит, ну, вы вот нормальные пишите песни, но лучше вот так. — Для нас сейчас продюсер — это саунд-продюсер, прежде всего. Вот конкретно продюсер, мы называем продюсером тот человек, который сделает звук в песне. — А кто у вас саунд-продюсер? — Саунд-продюсер у нас... Шутить не буду, хотя тоже пробежали в мозгу разные шутки. — У нас конкретно этой песни был, Паша Шевчук делал... — Ну, это очень известная личность его в узких кругах. — В узких кругах, да-да-да. — Ну, я бы сказал, известная личность, точка. Очень крутой. — Это мы говорим о песне «Берега», премьера которой у нас состоится совсем скоро. — Да вот прям скоро, да. — Ну, совсем скоро, да, скажем так. Слушайте, а песни же, вернее, клипа еще нет даже в сети, да? Насколько мы понимаем, вы не выкидывали? — Нет, пока нет. — Пока нет, да. Ну, как бы, копим деньги, да, чтобы... — Не, на самом деле мы к тому подводим, что, друзья, вы сейчас увидите, услышите абсолютнейший эксклюзив на телерадиоканале «Страна АФМ». И давайте немножечко пробежимся. То есть это все связано с «Регатами», которые мы обсуждали в первой части программы. Значит, это паруса, это бескрайние моря и... — Нет, там парусов нет. Мы просто ехали в «Регату» и заодно, перед тем, как набить в себе шишки и синяки в «Регате», сняли клип. — Ну, на самом деле, конечно, все гораздо романтичнее. Я помню это мгновение, область, солнце заходило за облака, море было очень нежным, и мне пришла строка «Берегами». Я говорю, Лера, вот «Берегами», что ты думаешь? Она говорит, слушай, это практически песня, и она написала два куплета. — Так вы прямо там ее и написали? — Прямо на лодке, да. — Да он тролль, не слушайте. — Лера как-то не особо в это верит, на самом деле. — Я все за чистую монету. — Я не про тебя. — Ну что, друзья, давайте... А, у нас вот прямо сейчас клип, собственно, будет. — А я тебе на это и намекаю? — Давайте, друзья, смотреть и слушать. Лера Москва, Паша Чехов. Песня под названием «Берегами» прямо сейчас на телерадиоканале «Страна ФМ». — Поехали. — Да, абсолютно. — Премьера. — Премьера. — Премьера. — Премьера. — Премьера. — Нас разбудили дети-соседи. Я не закрыла окно в гостиной. В этой стране и солнце и меди. Даже утро бывает сильным. Утро — время потери счастья. Утро всегда говорит нам правду. Ниточки на твоем запястье. И идти никуда не надо, никуда, никогда Нашу лодку зовут Надежда Мы с тобой оказались между берегами Берегами По утрам проверяя почту Мы с тобой потеряли почту Под ногами Под ногами Но ты не бойся, здесь не глубоко Мы с тобою выплывем легко Берегами 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 В планах на жизнь не спеша отец Выйти на кухню, сварить нам кофе И не думать ни о чем, как в детстве И не думать, я в этом профи Ты мне скажешь, поедем в город Я хочу, но за руль не сяду Вместо денег, облака и горы Берегами И спешить никуда не надо Никуда Никуда Никогда Нашу лодку зовут Надежда Мы с тобой оказались между берегами 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 По утрам проверяя почту Мы с тобой потеряли почту Под ногами Под ногами Под ногами Но ты не бойся, здесь не глубоко Мы с тобою выплывем легко Берегами 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 Ох, потрясающе, какая хорошая песня «Берегами». Я всегда вздыхаю, потому что, знаешь, я вот так вот, как бы, у меня вот как через сердце оно проходит, и я прямо осознаю, насколько хорошая лиричная песня получилась. И что вы говорили, что там парусов нет, паруса там есть, и там и море, и паруса там все есть. Сейчас, секундочку, давай напомню, что это была премьера песни, премьера клипа «Лера Москва», «Паш Чехов», «Берегами» так назывался, и продолжает называться эта песня. Друзья, кстати, ну, вы подождите секундочку, я екнем. Если вам понравилась эта песня, то в программе по заявкам с 13 до 14, с 20 до 21.00 ежедневно можете заказывать на стороне «ФМ». Да, координаты наши знаете. Слушайте, а расскажите вот про эту интересную историю. Сейчас мы за эфиром чуть поговорили, хотелось, чтобы все о ней знали. Это владелец был, да? Кто там прятался у вас? Там смешной человек какой-то был. Ну, расскажешь ты, или я опять пошучу? Нет, ну, я, на самом деле, пошути, пошути. Выпусти из себя все это, чтобы дома меньше. Ну, просто это же рыбацкая лодка, нам надо было ее как-то арендовать. Это был выходной день, и в выходной там греки за любые, ну, то есть за обычные деньги не хотят. Да, простите, Коля, я помню о вас. И не очень хотят за деньги работать, как бы, ну, эмоциональная черта такая. Да, за деньги. Даже за деньги, да. Ну, намекаете на то, что вообще не особо хочется. Ну, как бы пришлось, да, долго-долго там как-то там убеждать. Вообще, это наш знакомый очень помог нам тогда эту все-таки рыбацкую лодку эту найти. И в этот море вывезти. Ну, и действительно, там рыбак сидел, прятался в будке в этой своей. Просто каждый дубль, да, там. Вскрывался. Вниз! Слушайте, а ты же история была, съемки были в выходной день, да? Насколько мы в курсе, вот с этим еще было связано, что они вот принципиально не работают в выходные дни, как раз именно по этой причине. Да, это было еще до начала сезона, и они там, в принципе, не работают. Так как удалось договориться-то, на что вы их, так сказать, приманили? Ну, у нас вот знакомый там живет в Греции, и он такой звезда района. Да, на районе. Когда он выходит в деревню, все сразу начинают что-то там как-то двигаться, здороваться, спрашивать. Вот если бы не он, мы бы не нашли никого. В общем, ящик узы и обаяние интеллигентных людей, вот что это помогло. Я бы даже сказал, это главный, наверное. А там же еще потом был какой-то торжественный ужин у вас. Да ну, какой-то торжественный, это... Ну, так написали, мы прочитали. На который собралась вся деревня. Это правда, на самом деле, да. Там я вообще никогда не видела, чтобы столько еды съедали за раз. Ты обо мне. Там была только еда, и... Да полно там всего было. Нет, ну просто вообще, как бы, мы пришли поужинать, мы думали, как бы, вот хозяин дома, в котором мы останавливались, он позвал нас на ужин, мы пришли, думали, что у нас будет там шесть съемочная группа, там мы друзья. А там такой стол метров десять, и там просто, я говорю, а кто все это съест? Как вообще? Он говорит, подожди, сейчас все придут. И действительно люди просто идут мимо, и они, ну, то есть это такая деревня, что они все такие, о, привет. Заходи. Садись к нам, заходи, да, и в итоге там этот стол оброс просто, вот, и еще по второму разу накрывается. Как хорошо, я не знаю, здесь такой деревня. Не очень комфортно об этом слышать, конечно, в 10.45, да, утро, в понедельник еще там, в Москве находясь. Мы сейчас пойдем, будем в окна заглядывать. Подожди, ты еще не конец. Он рассказал, что это съемочная группа из Москвы, и там вот этот эффект, вот, пришла собачку, говорящую посмотреть. То есть бабушки какие-то пришли там, пришли смотреть, начали какие-то фотографии там делать с нами, ну, то есть вообще все. Хотя, казалось бы, мы не были в Мазамбике, да, или в Мазамбике, как правильно, это Греция, то есть, ну, тем не менее, там, мы как-то очень повеселили. Да, просто они, у них такой менталитет, они вот, он говорит, да, в принципе, это принято, если ты садишься ужинать, там, поставить еще несколько стульев, потому что... Очень душевно, на самом деле, очень душевно и очень круто. Такая одна большая компания. Так вы им спели, или они просто вот посмотрели на вас? Они нам спели. Они нам спели. Неожиданно. Они нам спели, да. Слушайте, а какие там традиции есть интересные, помимо того, что они в выходные совсем не работают? Я знаю, там, по-моему, каких-то красивых женщин их ставят на стол, но все прилично. То есть, они там танцуют на столе, и в них кидают белыми салфетками, что вот так в восхищении. Ну, так, по-моему, мы не видели. Не кидали вас салфетками? Не знаю. У нас не кидали салфетками. Меня тоже не кидали, может быть, просто мне так... Знаешь, девочка рассказала, на самом деле, в нее просто кидали из рода, да уходи, уходи. Ну, может быть, ее выгоняли, на самом деле. Да, может быть, да. Слушайте, ну, скажите, пожалуйста, Павел и Лера, Лера и Павел, скажите, вот, это же первые совместные песни ваши? Спятые вместе. Нет. Я могу путать сейчас. Нет, что-то мы с тобой пытались уже. Салфетки уже. Ну, так, чтобы полноценно появился и с клипом, то есть полноценная законченная работа. Ну, это да, когда-то на заре этого шоу. Нет, давно какое-то кино было. Кино было, да, мы для фильма писали песни. Ну, это было давно уже, да? Давно, да, давно. Ну, а вот сейчас, после этой работы, после песни «Берега», как-то у вас появилась какая-то мысль, может быть, и еще одну песню, а может быть, и другую? Мне кажется, хватит. Да почему, вот почему, кстати? Ну, это как жирная точка у наших. Даже так? Он шутит, он шутит. Да нет, ну, мы на самом деле... Лера, ты объясняй на, пожалуйста, перебивай, когда это шутишь, мы не всегда понимаем. Да нет, мы на самом деле просто вообще как бы не планируем делать семейный дуэт, там, как некоторые. Вот, просто так получилось, это спонтанное решение, и просто песня эта нравится нам давно, и мы ее сделали для себя, мы на самом деле там не рассчитывали ни на что медийное, вообще как бы, это все очень... Нам просто очень нравится эта песня, потому что она про нас, поэтому мы ее сделали, и сделали это спонтанно, потому что ехали в «Регату», с нами ехали ребята, которые могли это красиво снять, вот, и мы подумали, почему бы и не сделать. А где-то действительно очень красиво. Ну, Даня, привет, и спасибо тебе огромное. Данила Тигулев это все снял и смонтировал нам все это. Там даже игра света такая красивая, когда они встают мне волосы. Слушайте, сейчас все-таки будет тот самый волшебный вопрос, который все любят. Творческие планы? Конечно, да, да. Да если вы не хотите вместе не планировать, что по отдельности вы как планируете, ну, там, ближайшие там несколько лет? Отвечает Друзь. Лера Москва. Ну, я надеюсь, что мы все-таки допишем альбом, я допишу, я не знаю, у тебя какие вообще планы? Ребенка забрать в Москве. Ребята, решается все, что сейчас будем. Ребенка забрать. Молодец. Через четыре дня у меня съемки уже на новую песню, где я буду одна. Клипа. Вот. Ну, и, наверное, придем, покажем тоже, да? Обязательно. А новая песня, она уже записана? То есть мастер, все уже, она полностью готова, да, абсолютно? Да. Павел, извини, пожалуйста, Лера, Павел приложил руку к новой песне? Да, я уже, на самом деле, не знаю, где Павел приложил, а где я приложил, вот. И когда вы спрашиваете, там, кто написал, я уже не знаю, наверное, Паша написал. Ну, все это, на самом деле, уже совместные труды, по-любому, потому что там, если, если даже на какие-то наметки не нравятся Лере, то они и не продолжаются никогда. Или с ее стороны то же самое. В общем, у нас совместный продукт. Лера, а вот эта песня «Новая твоя времени» не очень много осталось, ты просто скажи, она лирическая или такая какая-то? Лирическая, похожа на эту тоже. То есть какой-то такой этап в творчестве новый, да, когда песни стали глубокими, взрослыми, очень какими-то важными и личными? Ну, я надеюсь, что да. Ну, клип будет сниматься, в любом случае ждем вас уже с новым клипом, приходите к нам, пожалуйста. Сегодняшний ваш визит, громадное спасибо. Огромное спасибо, было очень приятно познакомиться. Лера, Москва, Павел Чехов были у нас в гостях. Ребята, еще раз большое спасибо, приходите, с вами было хорошо и прикольно. Мы тоже с вами, друзья, прощаемся. До завтра. Валерия Майорова и Влад Кутузов, телерадиоканал «Страна.ФМ». Встречайте Романа Шахова и Лизу Калинину. Пока-пока. Пока.